Быстрее, выше, сильнее. Это не только слоган Олимпиады, это основные принципы батутного вида спорта. Гора новостей переехала в спортивную школу Олимпийского резерва «Спартак». Здесь проходит первенство Уфы по прыжкам на акробатической дорожке. В связи с ограничениями массовых мероприятий соревнования проходят в таком скромном тренировочном формате, но победа здесь не становится менее ценной. Расскажи про ваше выступление. Тренер дает специальные задания. Например, для 10-летнего ребенка нужно делать рандаш из сляков сальто. Для 11-летнего нужно делать темповые, также винты делать, нужно соединять всякие элементы. На акробатической дорожке спортсмены исполняют серии прыжков с передним, задним или боковым вращением, ритмично с рук на ноги. С постоянной скоростью без остановок и промежуточных шагов. Акробатическая комбинация должна выполняться с хорошей координацией, техникой и сохранением начального темпа. Чем старше спортсмен, тем сложнее комбинации. Насколько популярен этот вид спорта? Этот вид спорта не очень популярен, потому что требует довольно много вложений. То есть надо дорожку, собственно, тренеров и дополнительные какие-то снаряды. Вообще у нас в республике есть профессиональные школы только в Уфе и в Благовещенске. Прыжки на батуте – это целый отдельный вид спорта. В Башкортостане есть даже федерация. Это сложно-кордиционная дисциплина, включающая в себя индивидуальные прыжки, синхронные прыжки, прыжки на акробатической дорожке и прыжки на двойном мини-трампе. Эти ребята все могут, все умеют. После этого первенства их ждут масштабные соревнования в Терлитамаке. Красивые прыжки, крутые результаты и зрелищные соревнования – все это уже есть у этих спортсменов. Осталось заполучить долгожданные медали и солидные звания. Но я уверен, за этим, ребята, дело не заржавеет. Самир Шарипов, Рамазан Мусин. Специально для Горы Новостей.